Почему Китай в ловушке, почему ее, так скажем, стремление, грубо говоря, остаться Китаем, оно требует от нее решительных действий. В политике есть такой термин, он называется «болото». То есть, если ты тихо-тихо тонешь, ты не двигаешься. Но как только начинаешь активно сопротивляться, тебя засасывать еще быстрее, ты быстрее тонешь. И поэтому, с вашего разрешения, я начну. Значит, если мы говорим по ситуации с Китаем, ведь главная же цель всегда, американцы в своих докладах, не знаю, решениях Сената, Конгресса, конгрессменов, они всегда говорят, для нас проблема номер один – это Китай. Нужно понимать, в чем заключалась эта проблематика, ведь вроде бы с Китаем уживались, вроде бы даже и торговали. В мировом распределении экономических пирогов Китай жил принципом 25% плюс один голос. Сейчас Китай условно требует 50% мирового пирога плюс один голос. Мы сюда можем много чего вогнать, пофантазировать даже. Но это есть условно в тех же докладах, кстати, Бильденбельского клуба, там в Китае отделено особое место, или изучение института Санта-Фе. Все, что сейчас Китаем было инвестировано по внешнему периметру, все, что она инвестировала, потому что она строила стратегию, скажем, мировой гегемонии, она показывала большую, значит, разницу в, значит, так называемый термин «догоняющая экономика», то есть между потреблением и производством. Это первая проблема внутри Китая, то, что говорил уважаемый Алексей по капитализму. Вторая ситуация, это было то, что если, в моем понимании, саксы начнут перекрывать, отрубать или выбивать из всех инвестиций Китая за пределами Китая, это автоматически спрогнозирует социально-экономическую катастрофу для Китая. То есть внутренние противоречия. Чтобы Китай выживал, ему нужно втягивать в свою орбиту влияния все сопредельные страны, это в первую очередь. Второе. Китай, как минимум, должен, извините за этот сленг, загасить или, так скажем, сделать меньшим влияние в регионе Японии и Китая, потому что не было экономического партнера. Поэтому в Саксе начали блокаду, вот секторальную блокаду, экономическую блокаду, и опять теми же руками Японии, значит, Филиппин, Кореев. Сейчас выстраиваются конструкции Австралия, Индия и так далее, и так далее. Знаете, когда начнется социально-экономические проблемы в Китае, там начнут выпадать целые регионы и провинции. И если сейчас, например, посмотреть на ту политическую декларацию, которую сделали они в качестве, так скажем, мира примирения между Украиной и Россией, так это вопрос не про Украину, это вопрос про будущее Китая, и даже не про Тайвань. Хотя Тайвань для китайцев более-менее сейчас является принципиальным, но для американцев потери Тайваня это приблизительно 2,5 триллиона долларов. Это экономический ущерб американцам. То есть до 2025 года Тайвань американцы не сдадут китайцам, даже если нужно положить полную струну, но не сдадут, потому что от чипов зависит будущее технологическое, будущее США. Сейчас они строят большую фабрику, выделили очень много денег, но они будут готовы к 2025 году. 2025-2027 год это период, так скажем, условно период создания полной блокады вокруг Китая, полной блокады. И вот с 2027 года, это времена, временные рамки, они условные, ребята. Приблизительно с 2027 года по 2030 год начнется так называемая активная часть децентрализации Китая. Как она будет внутренняя, будет с сегментами внешних, внутренних инструментариев и так далее, пока сложно сказать. Но экономический кризис, он запущен в Китай. Вы знаете, в битве гегемонов у них не бывает союзников. Мы все должны это понимать. У большого и сильного нет союзников, у него есть партнеры. Поэтому, если мы сейчас будем говорить о том, что же происходило в Китае, почему она сейчас себя загнала в эту ситуацию, это вообще относится ко всем государствам. Как определять вектор своего экономического развития? Вот с 2008 года, когда была ситуация в Европе, так скажем, не очень дружелюбная, Китай начал стартап инвестиций в свои ресурсы, превращаясь из региональной страны в страну-гегемон. Китай в то время заявил о том, что мы будем инвестировать, выстраивать вот эти проекты, там не знаю, серединный коридор и так далее, и так далее. То есть мы заявили гегемонию на мировое господство. И сейчас эта ситуация привела к тому, что Китай вынужден уже все время продолжать инвестировать в свою гегемонию. Потому что в противном случае любое отставание от своего проекта, любые прекращения инвестиций, то есть проект будет неполноценным, он начнется с каскадного обрушения по внешнему периметру экономических интересов Китая. Это вторая глобальная проблема для Китая. То есть он уже как наркомат, он должен финансировать свои проекты по внешнему периметру. Следующий вопрос, что мы говорим о том, что, что же произошло, как это отразилось на США. Дело в том, что вот эта экономическая война, она привела к тому, что США потеряла 240 миллиардов долларов из-за нехватки просто недорогих чипов. Они связаны были с периодом пандемии. И первый отголосок, колокольчик для себя американцы поняли, что, глупо говоря, чем это грозит для их страны, для их экономики. Поэтому китайцы сейчас будут, условно говоря, переподчинять, ну, по периметру, Тайвань, Малайзия, Сингапур. Малайзия-Сингапур более мягкое будет вхождение, потому что там высокая доля китайцев, сильное влияние китайских финансов и, конечно, культуры. Оно создает окружение Индокитая. Тут, если посмотреть с другой стороны на географию Китая, то здесь Мьяма, Камбоджа, Лаос. Эти территории тоже зажаты с двух сторон Китая. То есть мы должны понимать, где должен Китай активизироваться, чтобы себя обезопасить. Условно тампонные зоны создавать. Для дальнейшего развития теперь третья проблема Китая – это энергоресурсы. Она в любом случае должна из носа крови выстраивать конструкцию. Это сухопутную границу на Иран, это Пакистан. То есть здесь она, грубо говоря, обречена на союз с Ираном из Пакистана. Ну и другим вектором является это Саудовская Аравия. Что у нас получается? У нас получается, что условно Индия отсечена от континента. Почему? Потому что основные экономические партнеры, я не говорю, что сухопутные, основные экономические партнеры – это США, Австралия. Они торговые партнеры Индии по морю. Мы должны это понимать. И, кстати, даже и Объединенные Арабские Эмираты. И здесь у нас появляется такая ситуация, когда обе эти большие страны, они обречены на столкновение. Потому что для того, чтобы перекрыть, так скажем, победить Китай условно, Индии нужен Пакистан. Поэтому есть такая теория, проект «Большой Индостан». Это пытаются сейчас индийцы раскручивать для контроля сухопутных границ и недопуска к ресурсам Китая, то есть ресурсам Ирана. Поэтому с точки зрения выживания Индии, индийцам нужен теперь второй плацдарм – это Афганистан. Если, понимаете, не контролировать Пакистан и Афганистан, то очень большие проблемы будут у индийцев. Там будет коридор, и Китай может получить доступ к сырьевым ресурсам Ирана. Смотрите, в этой ситуации какая же роль американцев? В чем они обеспокоены с Китаем? За все время работы, сотрудничества Китая с Россией, она в прошлом году получила по объему урана как сырья больше, чем за последние 50-60 лет все вместе взятые страны. Это, значит, ссылка МАГАТЭ. Кстати, самое интересное, руководителем МАГАТЭ является аргентинский дипломат, который руководил в Аргентине странами-институтом сотрудничества по религиозному и культурному направлению со странами Евросоюза, в основном с Ватикана. Но он сейчас возглавляет МАГАТЭ. Значит, здесь все, что мы сейчас объяснили или рассказали, входит в следующий этап. В Китае нужно себя обезопасить в плане кибербезопасности, потому что он уже окружен в их понимании враждебными действиями по отношению к себе. Кстати, высокообогащенный уран для реактора, я могу ошибиться, но он называется SFR-600. То есть, если коли будет нетрудно, наверное, там эту информацию можно найти и более обширно людям показать. Смотрите, новый регулятор в Китае создан. Он регулятор создан для искусственного и электронного контроля и управления, значит, населением Китая, международных компаний и, самое главное, сбора персональных данных населения. За это время, так скажем, напряженных отношений товарооборот Китая и США с начала года упал почти на 17%. Китайский экспорт в США сократился на 21,8, то есть приблизительно до 71 миллиарда долларов. Импорт американской продукции упал на 5%, то есть до 30 миллиардов. А вот товарооборот Китая и России в первые месяцы 23 года вырос условно на 20, приблизительно процентов. Таким образом, происходит увеличение российских товаров и услуг на 31%, то есть это 31, это 18 миллиардов. Экспорт же из Китая в Россию вырос почти на 20%, это приблизительно 15 миллиардов долларов. Теперь внутренние проблемы, значит, Китая. Это кадровые, так скажем, назначения господина Си. Первое. Си за это время окружил, то есть сделал внутренний переворот, окружил себя сторонниками. Те, которые говорят, мы всегда с тобой. То есть здесь нет расчетов, это плохо или это угроза. То есть как приказала партия, так и пойдем. Вторая проблема. Новое руководство, это вторая главная проблема. Новое руководство Китая озабочено государственной безопасностью, социальной стабильностью и экономическими вопросами. Третий пункт. Приоритет политики на третий срок, господин Си, сосредоточен на развитии государственных предприятий за счет частного сектора. Я немножко, как Алексей говорит, немножко не понимаю, как это может быть, развитие государственных предприятий за счет частного сектора. Но в общем, во всем мире правительства все чаще пытаются добиться прозрачности и контроля над информацией. Китайские официальные лица все время пытаются установить контроль над информацией в своей стране, вне ее периметра. И особенно по мере появления новых технологий, которые они рассматривают как угрозу национальной безопасности. Одним из его элементов как раз то, что вы обсуждали, искусственный интеллект. Самое здесь ключевое, что старт теперь, условно говоря, столкновений США, это заявление Си Цзиньпиня на съезде Компартии. Он заявил, что западные страны во главе с США осуществляют против нас всестороннее сдерживание окружения и подавления. Мы должны понять китайский язык, китайскую логику или философию и понять, что хотели они заявить. Я считаю, я рассматриваю это как начало старта к движению в лобовую схватку между США и Китаем. Что будут делать американцы? Они будут склонять и Европу, и всех своих союзников в тихоокеатском азиатском локации к тому, чтобы нужно начинать экономическую блохаду или петля удава, удушение китайской экономики, доведение ее до внутренних потрясений. И когда сталкиваемся с этими вызовами государственности, нужно понимать, что затягивание или внутренние изменения функций Центробанка, создание единого НКВД, переключение всех институтов власти в подчинение Центрального комитета или личницы Цзиньпиня, он приводит к чему? К созданию, в моем понимании, условно, Сталин номер два, экономика плохая, она должна перейти в другую форму существования. Когда вокруг тебя создается военно-политический и экономическая блокада.